Ну вот я попытался создать вторую запись, ну, в общем, критический момент в партии, если я не ошибаюсь, то где-то вот запись оборвалась примерно в этот момент, осталась одна партия в сеансе, и пытаюсь я каким-то образом создавать проблему сопернику, ну, явно в ничейной позиции, конечно, но борюсь до конца. Проблема с ходами ладятся 2, король f3, b2, может быть в том, что король f4 есть ход у белых, активный, играя на мат, как бы это смешно не звучало, правда, я могу король f6 играть, ну, то есть, проиграть я все равно не рискую, поэтому можно так пойти. Ну, король явно должен идти наверх, потому что, ну, король f1 сразу проигрывает. Смысла играть король e3 я особо не вижу, там, при случае еще считаться со всякими, ну, просто ладежи 2, на самом деле, поэтому король f3 и ход последует, конечно. Я пойду после этого b2, могу запрямовать ход b2, хотя смысла в этом никакого, поэтому пока не стану. Ну, да, король f3, b2. Пешка прошла далеко, на самом деле, а конь на d6 все-таки ограничен, то есть, полная уверенность, что это легкая ничья у меня уже нет. Но это все еще должна быть ничья, в этом нет сомнений. Может быть, уже не такая простая в этом все дело. Хотя, честно говоря, наверное, все еще каких-то запредельных сложностей у белых здесь нет. То есть, если сейчас передать ход черным, тогда да, тогда ладец у 6, видимо, побеждает. Ладья b7, король f8. И у коня просто нет полей. То есть, белым, конечно, надо большую кратность соблюдать. Что, ладья b3, но ладья c3 сразу задались. То есть, видимо, ладья b4, что ли, единственный ход. Да, ладья b3. И, как говорится, сразу задались. Может, не сразу задались, но с фигзем я останусь. Это довольно серьезно. Шах на c7. Король g8. Конь e8. Да, поле f6. Я прикрою там. Должна быть выиграна, конечно. Вверх очень сильная фигура. И у черных все-таки проходные по центру остаются. Я могу вообще, скорее всего, могу побежать в центр к королям. То есть, ладья c7, король f6. Но делать этого не очень хочется, откровенно говоря. Земнуть какую-нибудь вилку и проиграть было бы обидно. А, правда, погодите. Ладья c7, король g8. Белые же могут повторять ходы. То есть, у меня, видимо, выбора нет. А, ну, я не знаю. Почему-то мой соперник не стал так играть. Это, я думаю, серьезное упущение с его стороны, на самом деле. То есть, f1 уже просто, видимо, выигрывает. Совсем побеждает. Совсем побеждает. Ну, то есть, так, король e3, видимо, вынуждена. Здесь, по меньшей мере, я могу взять ножи 2. Но, видимо, так и надо поступить. Да, ну и, конечно, в такую позицию уже никаких сомнений нет. В общем, как-то потихоньку кольцо сужалось. Конечно, белые держали ничью. Но вот, ладья b3, решающая ошибка. Я так думаю, что после ладья b4 все еще. Все еще это ничья. Но, конечно, уже с практической точки зрения перед моим соперником серьезные проблемы встали. Да, но здесь остается только сдаться. Больше ресурсов нет никаких. Ну да. Собственно, сеанс завершен. С колоссальным везением. Просто с колоссальным везением я выиграл все 9 партий. Честно, я даже не мог понять, как некоторые из них, почему некоторые из них закончились, но видимо, просто мои соперники потеряли всяческое терпение. Ну хорошо, давайте пройдемся по порядку. То есть, это была самая короткая. Баколюбов. С5. Ну здесь, конечно, он b4 основной ход. А3, я думаю, что тоже вполне возможно, но... Ну просто мой соперник зевнул ход в xb6. И тут оказалось, что явно недостаточная компенсация за качество. Вместо этого белые тоже получили мат. Это была не лучшая партия со стороны моего оппонента. Такое бывает. Так. Ефимов, Даниил тоже не стал здесь продолжать борьбу. Но действительно позиция ужасная. То есть, здесь огромный выбор. Ладья е1 сильный ход. Кунь d5 сильный ход. Кунь d5, наверное, сильнейший. Особенно, потому что компьютер так говорит. Тоже ферзь d5 есть ход. Но, я не знаю, я бы выбирал между младья е1 и Кунь d5. Ну, да, тоже сказать нечего. Белые черные нестандартно разыграли дебют. В принципе, каких-то больших проблем не было. Но вот здесь необходимо было играть слон е7 и играть вот такую вот позицию. Чуть-чуть худшую для черных, скорее всего. А6 оказалась грубой ошибкой. После d5 уже приходится идти на серьезные уступки. Ну, а ед завершает борьбу. Так, после этого закончилась, видимо, партия против шахматного дракона. Вариант d4, он, конечно, в принципе, по духу, наверное, не самый верный со стороны белых, в том плане, что у черных два слона, и по идее белые должны играть все-таки должны играть против структуры черных, то есть все-таки d3, наверное, более правильное продолжение. d4 ход возможен, и у белых, по идее, порядок. Конечно, после слона f6 надо было куда-то убрать ферзя, после чего получалось, видимо, примерно равенство. Ну, e5, конь e5 тут привело к ужасной позиции. Не знаю, сколько я правильно реализовал, ну, наверное, дал dc2. Здесь мой соперник сдался, явно раньше времени, но оценка компьютера, как вы видите, довольно серьезная, то есть все-таки наверное, эту партию обдавел до победы. Так, потом у нас завершилась партия вот эта. Лондонская система, жертва на b2, видимо, была спонтанная, то есть вряд ли моего оппонента были какие-то анализы. Ну, и тут просто лишняя пешка, и по большому счету говорить не о чем. Ну, покажу вот эту забавную ловушку, что не 4, я, скорее всего, правильный ход сделал, потому что на c3 неожиданно, я так думал, что есть ход слон b5, но его все равно нет. На самом деле есть. А, но я недооценил, что здесь конь, кунь e4 в конце есть ход. То есть я думал, что белые почти спаслись, на самом деле, конечно, они далеки от спасения. И вот еще ведь, я так думаю, что красивый ресурс здесь слон b5 или слона b4. А, нет, опять даже проще. Ну, да, слона b4 тоже бы играл. Ну, да, ботанк конь c3. Ну, в общем, даже это не работало, но кунь e4 тоже неплохой ход. И черные остались в выигранной полиции. После 2-0 мой соперник сдался, но по причине потери коня. В следующем поединке. Видимо, вот эта партия. Эта партия немножко загадочная для меня. То есть здесь была каменная стенка. Покажу сначала. Я решил сыграть по канонам. То есть подменять чернополов. Ну, мой соперник реагировал очень грамотно, на мой взгляд. То есть если у белых есть перерез, то не очень большой. Ну, конечно, надо было играть слон c6. Слон c8 слишком пассивно и слишком расширяет сферу влияния моего слона с g2. Здесь явно были какие-то неточности в осложнениях. Я упустил вообще прямой выигрыш, элементарный. Что довольно позор с моей стороны. Кони в 5 просто завершает борьбу сразу. Ну, так бывает в сеансах, что просто-напросто от обилия разных позиций глаз замыливается. В общем, в итоге я давил. Честно говоря, я не был уверен на 100% в этой позиции. То есть я собирался играть слон e4, действительно, но после fe... А, конь d8. Да, нет полной уверенности, что я нашел выход конь d8. Я здесь анализировал всякие отскоки коней. Не мог, честно говоря, найти из них решающего. Ну, после ладьца один убил я на большой, огромный перевес, но конь d8, конечно, очень изящный. Это было бы... Если я нашел выход конь d8, можно было бы даже считать в какой-то степени эту партию творческим достижением. То есть на слон бассейн, ну или вообще на любой ход я такой вот мат ставлю в вариацию на тему спортового мата. Но, к сожалению, этого не случилось. В следующей партии... А, ну следующая партия у нас вот эта. Сергей три шестерки сыграл. Точнее, я сыграл такую на войннику с двойным фианкетом. Наверное, не самый сильный вариант за черных, но вполне играбельный. Для сеанса точно подойдет. Ферзи 4 ход в какой-то степени унылый. В том плане, что белые отказываются от серьезных притязаний на перевес. Здесь я доволен ходом король d7. Это действительно оказалось более грамотное решение. В принципе, наверное, эту партию играл неплохо. Я так думал, ну вот, а3, все-таки а3. Почему-то конь а2 не работает. Почему же не работает конь а2? А, так, ну прям действительно так. Есть ход ладья d1, а b ладья d3. И затем варианты продолжаются на самом деле. g5, конь d5. Если просто сюда. Кстати, здесь могли получиться интересное осложнение. То есть, c5, черный, оставляют слова под боем. Получают мощнейшую компенсацию. Если брать на b3, все равно играет c4 и ладья b8. И у белых слон на b2 висит в конце. Но очень красиво на самом деле. Поэтому белые должны брать на d5, сбрасывать коня, и в этом случае получается какое-то странное динамическое равновесие с лишней фигурой, которую я, видимо, отдаю сразу, но за счет того, что у белых очень пассивные фигуры, получается равенство. Ну, прикольно. Я все равно, конечно, сыграл бы коня 2, то есть я бы увидел ладья d1 после коня, после а3, но я все равно пошел бы коня 2. А здесь, да, это объективно сильнее за черных, и получается какое-то примерно равенство. То есть, на самом деле, это мой соперник все делал грамотно. А я вот не совсем. И надо было все-таки идти на позицию после аб, аб, конь b4, в которой за счет чуть лучшей структуры черные слегка давят. Ну, конечно, все эти варианты после а3, у меня 2 не самые очевидные. Мой соперник отдал на 2, ну и, наверное, я более-менее качественно реализовывал. То есть, я не был уверен ни в одном из этих ходов, но, видимо, все это работает. Даже все по первой линии оказалось. Но это не может не радовать. Так, в следующей партии у нас А, ну вот, хорошо, по 3-33 по дебюту дебютера загал дебютована не самую лучшую редакцию. Ну да, и белые захватили серьезный перерез. Слон джейс, конечно, был последний шанс, все равно позиция неприятная. Здесь белые остались лишней фигурой и партия. В большом счете завершилась. То есть, она продолжалась еще много ходов, но все они не были особо интересными. В итоге я выиграл партию тоже. Ну и два самых интересных поединка, которые мне самым будет интересно узнать, что компьютер говорит о поводах этих двух партий. Начнем вот с этой славянки. Владислав Шелпаков здесь судя по всему исполнял известную ему теорию. Я про нее ничего не знал. Но судя по компьютерной оценке позиции черных вызывает вопросы, что заставляет меня думать, что все-таки вот еще во время сеанса я говорил, что позиция критически важна. Я так думаю, что я должен играть конь Д3. А, эфир Б6. Да, наверное, вот это правильный рецепт борьбы с этим франтом. Я Е4 не даю провести. Наверное, получаю комфортную позицию. Ну, вот видите, этот сеанс для меня тоже оказался очень полезным. В одной из критических линий славянки мне передо мной поставили серьезные проблемы. Наверное, правильно защищался. Вот здесь действительно надо было играть на Д8. И действительно играть в конце 4, а6. Да, ну я думал, что у меня тут шансы на спасение большие, но на самом деле они, видимо, не такие уж и большие. После сломба 7. Белых серьезнейший перерез. Как-то компьютер держит эту позицию, я бы не факт что справился. К счастью для меня белые просто сыграли ладья Д1. И эта позиция уже безопасная. Несмотря на большой оценку компьютера. Король подходит к центру, потом я играю F6. Ну, в крайнем случае белые получат 4 на 3 на королевском фланге, который я удержу. Ну, а тут вообще как-то уже пошла игра в другую сторону. Конь D6, ресурс спасал, да? Кстати, очень красиво. Ну, они тоже бы очень красиво, но нестандартно, по крайней мере. Конь B7, ничья, но конь C8, самое простое. Если я сейчас уйду на F6, на F6, E6 или F8, то будет мат в один ход. А если уйду на E8, то белые могут повторить позицию. Ну, отдать пешку на F7 я вряд ли могу себе позволить. А, кстати, совершенно верно. То есть, белые же могут просто 2 взять. В первую сторону считают, что там ничья, наверное, вот из-за этого вечного шаха в конце, по 1-й и 2-й горизонтали. Но на победу я явно не играю. А тут... А, кстати, да, еще важный момент, что на А4 тоже конь C8. И чертой перероженной вынуждена соглашаться на вечный шах. Да. После конь C3. Ну, ED просто совершенно, видимо, безнадежно для белых. Потому что неожиданно черные фигуры полностью доминируют. ЛД5 правильно. ЛД4. Смотрел ход. Мне казалось, что здесь нет шансов на победу. А, ну да, но из P6 я видел, по-моему, ход. Я просто думал, что тут ну, это теоретически ничейный эндшпиль. И более того, на самом деле К2 можно. Можно ЛД... А, К2 можно. На ЛД6, ЛД7 есть. Потом ЛД7. То есть черные должны играть так. Ну, это позиция элементарная, ничейная. То есть, наверное, ЛД1 с практической точки зрения правильный ход. Ну, здесь, конечно, надо было отступать на F1. Потому что ну, на F3 может быть тоже можно, правда. Но это явно чересчур сложно. То есть, на F1 простой ход человеческий. А мне, видимо, все-таки пришлось бы идти на тот же самый вариант, в котором, ну, объективно никаких шансов на победу нет. У черных, по-моему, очень. Ну, вместо этого последовал грубый Зиок, РОДЖ1, ЛДЖ2, и партия сразу завершилась. Ну, и последний поединок с Сергеем Ники... Так, не эта партия, конечно. А вот это Сергея Никифорова. Был каракан, вариант двух коней. Ну, после слон Ж4, на мой взгляд, самый сильный H4, слон H5, Ж4, слон Ж6, и кунь Е5, действительно. Или ЕДЦД, кунь Е5. И здесь в черных в принципе нормальная позиция, но игра на самом деле на два результата все-таки объективна. Слон Е2 менее опасна для меня, должен быть полный порядок. Правда, у белых тоже прекрасная позиция. И вот тут я пошел на конкретный вариант, который не сросся. Ну, то есть, я могу, конечно, сделать любой ход, там, B5 я смотрел, ЛД8 смотрел, но в этом случае позиция равная. ФРС2 принципиально, но вот не срастается из-за блестящего ответа B4 со стороны моего соперника. И здесь я видел ход Е5, думал, что он приводит к позиции, в которой я явно не играю на победу. Компьютер более оптимистичен, то есть, видимо, то, что я сыграл не очень хорошо. Да, вот здесь оценка в пользу белых. Честно говоря, я думаю, что ничья должна достигаться без каких-то запредельных проблем, а вот и нет. Да, Кунде 7, Кунде 7 я не смотрел, смотрел только взятие пешек. Да, тут можно легко и не уравнять. Правда, я все думаю, что позиция должна быть с довольно большим запасом в рамках равенства оставаться. Ну, в рамках неравенства, конечно, в рамках, скажем так, способности черных удержать ничью. Но, с другой стороны, передо мной поставили бы проблемы. Здесь черные не рискуют, но белые тоже не должны рисковать. Наверное, мой соперник слишком откровенно здесь пытался добиться ничьей. Ну, и тут я довольно грамотно, видимо, создавал проблемы. То есть, F5 единственный шанс игры на победу. Ну, здесь Ладья Б4 сразу делала ничью, действительно. То есть, таким образом, белые готовят кунь Б5 и спасают. И здесь тоже ничья. Я так думал, что Ладья Б4 единственный ход. Ладья Б6 мне слегка непонятно, что Ладья Б4. Да, честно говоря, оценка довольно довольно подозрительная за белых. То есть, эту позицию элементарно можно проиграть. Видимо, Ладья Б6 чуть ли не единственный ход. Ну, тогда да, тогда, то есть, вот это уже 3 на 2. уже 3 на 2. Ну, правда, наверное, ничья все-таки. Хотя, пешка Е проходная, то есть, даже эту позицию вполне можно проиграть. Ну да, тут, к сожалению, мой соперник сразу зевнул и партия закончилась. А Энджпель был бы довольно интересным, на самом деле. Ну, в общем, большое спасибо всем, кто со мной играл. Ряд партий получился очень интересным. И также спасибо всем, кто посмотрел данный ролик. играл и комментировал для вас Никита Петров. Спасибо.